это странная и абсолютно не привлекательная жидкость будущем блеск для губ а вот этот жир который кстати делают из шерсти овечек одна из составляющих губной помады ну а то что в каждой помаде полно полиэтилена вы знали не надо этому удивляться уже нахмурили брови я вижу что полиэтилен это страстно на самом деле полиэтилен инертен из полиэтилена делаются даже детали клапанов сердца он никак не взаимодействует с нами мы никак не взаимодействует с ним а теперь хорошие новости почти наполовину наша любимица состоит из полезных масел таких как касторовая жажоба или масло ши так что получается что помада не просто не в состоянии причинить нам вред но и более того она съедобна правда и красителями тоже приходится закусывать над тем чтобы губки имели тот цвет который нам захочется трудится целая команда колористов они дотошно сравнивают переделывают и переплавляют каждый миллиметр получившейся массы если оттенок хоть чуть-чуть отошел от стандарта а еще оказывается любая наша помада в начале своего пути желтого цвета только потом к ней примешивают другие оттенки к примеру если у вас какая-то вечерняя темная помада во многие вечерние темные помады входит вот синяя краска кому по душе переливающиеся оттенки вот они с помощью вот такого перламутра из любого матового оттенка получается глянцевый или переливающийся тон по структуре шиммер похож на маленькие бриллианты но это всего-навсего раздробленная слюда для всякого продукта есть рецептура соответственно следуя этой рецептуре практически как на кухне мы можем приготовить губную помаду и блеск для губ которые требуются но когда эти чудо повара заканчивают варить яркую массу из жиров воска и краски дело переходит в другой цех нам разрешают посмотреть как помада приобретает свой привычный вид но здесь собственно все просто в машину заливается та самая яркая смесь которая уже прошла все проверки и понеслась за 8 часов на свет появляется 60 тысяч помадок вот в этом кирпиче находится примерно 25 килограмм углубной помады то есть если в среднем девушка пользуется одним тюбиком месяц то вот этим пластом она может пользоваться лет так 300 вот бы такой кубик любимой брендовой помады подумали сейчас некоторые а кстати любая помада от дорогущей люксовой до дешевой из космага делается из абсолютно одинаковых ингредиентов все из того же воска и красок цена лезет на потолок обычно из-за крутой марки упаковки или фирменной отдушки считается что вечно можно смотреть на огонь и воду на самом деле на том как делается помада смотреть тоже можно вечно зрелище действительно и гипнотических создает этот прекрасный вид вот этот небольшой станок в его формочки заливается тот самый помадный пластилин и на конвейер выпрыгивают почти готовые тюбики форма среза и величина стержня помады все это тоже дело железных рук машины а вот на брак продукцию проверяют внимательные женские глазки мимо которых ни один экземпляр с подтеком или царапинкой не пройдет бракованный экземпляр отправляется обратно на переплавку не пропадать же добру в общем если ваш парень все еще отказывается от целоваться из-за того что боится отравиться помадой покажите ему вот этот сюжет марина михеева стаж шляпников программа в теме а